По плану в этом недостроенном спортивном комплексе в микрорайоне «Снеговая пасть» должны были расположиться ледовая арена, бассейн, спортивные залы, трибуны почти на тысячу человек и даже сауна. А достроить этот комплекс должны были еще в 2013 году. Но что-то пошло не так. Еще с 2011 года, дабы оснастить новый микрорайон необходимой инфраструктурой, администрация Владивостока разработала специальную программу. По ней построили три детских сада, две школы и две поликлиники. Вдобавок создали проект физкультурного оздоровительного комплекса. Застройщика определили федеральные власти. Всего на строительство всей социальной инфраструктуры микрорайона «Снеговая пасть» была предусмотрена субсидия из краевого бюджета в размере 3 миллиарда 430 миллионов рублей. Правда, за все время реализации программы в городской бюджет так и не поступило около 400 миллионов рублей. Город, в свою очередь, не применил около 80 миллионов. Объяснили тем, что застройщик не выполнил свою работу, поэтому ему не заплатили. В начале строительства почему-то застройщик по своему усмотрению развернул проект строительного комплекса «Зеркально». И получилось, что вход расположили не со стороны Выселковой улицы, как изначально планировали, а со стороны Снеговой пади. Тем самым застройщик нарушил не только условия договора, но и запланированные транспортные схемы. В связи с этим городские власти в судебном порядке расторгли договор с подрядчиком. Потребовалась корректировка проектной документации, которая существенно увеличила стоимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. В результате всех этих обстоятельств работы на объекте были приостановлены. Приостановлено и финансирование со стороны Краевой администрации. И сейчас у городских властей два варианта в отношении спорткомплекса. Отдать объект незавершенным или достроить с помощью инвесторов. Надеяться именно на второй вариант. Администрация города планирует заключить с инвестором концессионное соглашение. Это значит, что инвестор будет использовать спорткомплекс в своих целях временно. А по истечении нескольких лет объект передадут в собственность города. Проблемы с финансированием начались еще в 2013 году. Однако вот уже 4 года объект стоит незаконсервированным. Городские власти не думали, что строительство затянется так надолго. Между тем, если инвесторы не дойдут, объект все же придется законсервировать. На такую меру сумма в городском бюджете предусмотрена. Но все же окончательную судьбу физкультурного комплекса в районе Снеговой Пади пообещали решить уже в этом году. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.